Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На программу развития транспортной инфраструктуры Кировской области потратят 15 миллионов рублей. Сейчас Министерство транспорта ищет подрядчика для выполнения этой работы. Начальная цена контракта – 15 миллионов рублей. Победитель должен будет подготовить программу к концу декабря этого года. Организации, которая займется разработкой, предстоит собрать целый ряд данных о параметрах дорожного движения, произвести замеры и проанализировать суточную интенсивность транспортного потока на различных участках, собрать данные о пассажиропотоке, оценить состояние и качество содержания кировских дорог, проанализировать аварийность и так далее. На втором этапе работы подрядчик должен будет разработать математическую модель транспортной системы. На заключительном этапе с помощью этой модели будут разработаны мероприятия и сценарии развития транспортной системы Кировской области. Большая часть нового жилья в Кировской области – это частные дома. За 4 месяца в регионе было введено в эксплуатацию почти 169 тысяч квадратных метров жилья. И из них 140 тысяч приходится на индивидуальное жилищное строительство, сообщает областное правительство. На многоквартирные дома приходится всего 29 тысяч квадратных метров. При этом нынешний показатель на 14% больше прошлогоднего. На данный момент в стадии строительства в Кировской области находятся 116 многоквартирных домов общей площадью 630 тысяч квадратных метров. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Сотни миллионов рублей до начислений по налогам и уголовные дела потрясли не только известных блогеров, но и предпринимателей из других сфер. Но претензии государства не были неожиданными для фигурантов дел, уверена руководитель компании «Бухгалтеры» Я, Татьяна Максимчук. Налоговая всегда сначала старается сделать так, чтобы самостоятельно уточнили свои обязательства. Не станут просто так запускать государственную машину для того, чтобы просто показательно кого-то посадить. Призываю к тому, чтобы внимательно относиться к запросам из налоговой, не игнорировать и не считать, что налоговая, если вас сейчас не трогает, через три года не придет к вам. Оказаться привлеченным к ответственности можно через 3-4 года после правонарушения, добавляет эксперт. Как оптимизировать расходы, не нарушая законов, подскажут опытные специалисты «Бухгалтеры Я», которые следят за всеми изменениями, анализируют практику налоговых органов и заботятся о благополучии своих клиентов. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.